Здравствуйте, друзья! Несмотря на все призывы врачей не заниматься самолечением, люди упорно им занимаются, более того, самостоятельно лечат собственных детей. Но коль скоро самолечение нельзя победить, давайте попытаемся сделать его хорошим, правильным. Именно о правилах самолечения мы и поговорим сегодня. Ну а кроме этого вы узнаете. И многие годы диетологи утверждали, что чуть ли не самое страшное, что может быть, это вообще яйца. И вдруг в последнее время стремительно все поменялось, и сказали, что яйца – это шикарная штука. В период весны или осени, когда организм ослаблен, есть ли необходимость принимать витамины? Кто вам сказал, что организм ослаблен? Бабушка, слышала от прабабушки, что раньше были же такие времена, когда всю зиму ели репу и щи из капусты кислой, вы понимаете, конечно, ослабли, а тут витамины принесли. Итак, друзья, если я задам вам такой очень простой, понятный вопрос. Самолечение – это хорошо или плохо? В основном все говорят плохо. И вот это плохо говорит о том, что вы наши люди. Вот наши. Потому что на самом деле, и это иногда для многих звучит, ну, как какое-то потрясение, да, отношение к самолечению в цивилизованном мире совершенно не такое, как у нас в стране, где на каждом углу висит плакат «Не занимайтесь самолечением, своевременно обращайтесь за медицинской помощью». На самом деле, все самые авторитетные медицинские организации всего мира, и Всемирная организация здравоохранения, и НИСЭФы, педиатрические ассоциации, и терапевтические ассоциации практически всех развитых стран утверждают, самолечение – это просто здорово. Это просто здорово. Но самолечение должно быть какое? Грамотное, ответственное. И оно должно иметь границы, когда оно заканчивается, да? Вот иногда кажется, что чем учить вас этим границам, лучше сказать, не занимайтесь им вообще. Понимаете, да? Замечательно. Теперь давайте посмотрим, в чем реальная польза самолечения. Ну, прежде всего, это, конечно, огромная экономия. Врач – это очень редкий, очень дорогостоящий специалист. Если вы можете лечиться, не обращаясь к нему, то вы его разгружаете, и он имеет возможность помочь тем, кому помощь действительно нужна, да? Когда одному человеку реально плохо, он без сознания, но скорая к нему не едет, потому что в это время скорая лечит гипертонию, температуру 38 и сопли, да? То ничего хорошего для страны, для этих людей в такой стране нет, да? То есть мы должны все-таки научить людей помочь себе самим и утром прийти к врачу. Это тоже хорошо. Еще один, вот такой, казалось бы, совершенно очевидный пример. Вот представьте себе, у вашего ребенка чешется голова. Помыть. Это хорошая мысль, да. Вы помыли, а голова все равно чешется. Будем заниматься самолечением или пойдем к доктору? Поищем. Вот, вопрос. И тут мы приходим к самому главному правилу самолечения. Суть этого правила звучит так. Если какой-то симптом возникает первый раз в жизни, то вы должны с этим симптомом прийти к врачу. Появились у ребенка сопли первый раз в жизни. Вы обратились к врачу. И врач научил вас правилам самолечения при соплях. Увлажнить, проветрить, промыть носик. Вот правило, когда насморк. Если насморк через две недели не пройдет, обращайтесь ко мне. То есть врач рассказал, что делать и определил границу самолечения. Не пройдет, обращайтесь ко мне. В следующий раз, когда у ребенка появляется точно такой насморк, вы уже умеете это лечить. Понятно? И вы можете к врачу не обращаться, заниматься самолечением. Но фиксирую внимание. Первый раз в жизни заболела коленка, заболело ухо, пожаловался на горлышко, перестал спать, возник понос. Вы куда обращаетесь? К врачу. Но все остальные случаи подобные, у вас есть опыт. Возвращаемся к нашей голове, которая чешется. Она может чесаться по разным причинам, но иногда они страшно очевидны. Чесалась, чесалась, потом мамочка присмотрелась, а там в волосах кто прыгает? Прыгает, прыгает. Вошь. Это называется каким словом? Педикулез. И вот теперь наша мама, я вот прекрасно это понимаю, думает. И что мне с этим делать? Вот что мне с этим педикулезом делать? Она идет к врачу, я просто представлю себе, она идет к врачу, который говорит, ой, у вас педикулез, как вы довели ребенка. То есть дальше вся поликлиника знает, что у вас педикулез, вся школа знает. То есть мама решает заниматься самолечением самостоятельно. Она приходит куда? В аптеку. Что у вас есть от педикулеза? Спрашивает мама в аптеке. А в аптеке есть лекарство за 20 тугриков, за 100 и за 350. Ну, конечно, вот это, как оно пахнет. Это вообще почти шампунь, это безопасно, а это химия, это не брать. Вы берете какой-то шампунь, вошли от него, поспали ночь, потом опять начали прыгать, то есть жизнь прекрасна. Вы пошли еще что-то покупать за 350 тугриков. А на самом деле, если бы в такой ситуации мама могла зайти на сайт Министерства здравоохранения и прочитать там протокол цивилизованный, правильный лечения педикулеза, то тогда маме бы никто не смог, извините, в аптеке навешать на уши лапшу. Понимаете? То, что происходит в нашей стране сплошь и рядом. Я просто приведу пример. Во всем мире говорят, что есть лекарства, номер один для лечения педикулеза. Наши зрители его знают, они же программу смотрели, да? Оно называется словом перметрин. Это лекарство номер один, которое эффективно, безопасно, действует практически всегда и практически за сутки решает проблему. Так вот оказывается, что когда вы пытаетесь купить что-то на основе перметрина, вам говорят, вы что? Это страшно ядовитая химия. Оно бесплатное практически по цене. Лучше купите вот это. И вы покупаете какой-то глупый, неэффективный шампунь и потом ходите в школу, в детский сад заражать других детей. А если бы у нас самолечением управляли не девочки в аптеке, которым надо подороже продать, а государство, то нам бы всем было намного проще. Понятно? Собственно говоря, это главный вывод, который вы должны сделать. Самолечение, грамотное, управляемое, это здорово. Но вы обязаны помочь ребенку при остальных болячках. Вы должны знать, как помочь, когда ребенка элементарная травма. Поцарапался, упал, счесал коленку, как обработать рану, заболело что-то. Если это было уже, вас научили. Таким образом, давайте сейчас побыстренько мы запишем некие основные правила, которые вы просто должны знать. Итак, самолечением нельзя заниматься. Первое, когда некий симптом, как мы уже знаем, возник первый раз в жизни. Молодцы. Никакого самолечения, когда возникают расстройства сознания и чувствительности. То есть не чувствую палец, не чувствую ногу, что-то онемело. Понятно? Какие-то проблемы с мыслями, с сознанием не реагируют. Не выделываемся, друзья мои, к врачам. Любые травмы, особенно связанные с головой, и любые проблемы со здоровьем при беременности. Это запомнили? Молодцы. О чем вы также должны знать? Вполне возможно, что вы имеете опыт лечения насморка и вы имеете опыт лечения поноса. Когда вы лечите одновременно сразу две болезни, с которыми вы имеете опыт, то вы можете использовать лекарства и при одной, и при другой, а эти лекарства уже будут друг с другом не совместить. Поэтому, если к вам пришли сразу две неприятности, давайте в такой ситуации посоветуемся все-таки с нашим доктором. Договорились? При каких болезнях родители занимаются самолечением чаще всего? Орви. При Орви. Конечно же, при Орви. И вот тут мы четко должны понимать, что всегда родители на 90% будут обеспечивать лечение Орви самостоятельно. Родители знают, что лечение Орви это не лекарства, это улажнить, проветрить, не пихать еду, активно напоить, промыть нос солевым раствором, использовать средства для переральной регидрентации, иногда дать жаропонижающие, какие вы знаете. Теперь, то, что вы уже много раз знаете, но давайте это повторим, запомним, потому что это принципиально. Нам очень важно именно при Орви определить границы самолечения. И они начинаются. А. Ухудшение после улучшения. Да? Или отсутствие улучшения на четвертый день болезни. Или отсутствие нормализации температуры на седьмой день болезни. Запомнили, да? Когда при Орви изолированной или в сочетании с высокой температурой ухудшилось состояние, появилась сыпь, появилась одышка, затрудненное дыхание, появилась острая боль где угодно, появилась сыпь, которая не исчезает при надавливании на эту сыпь, вы обращаетесь к доктору. Это понятно? Молодцы. А. Запоминаем. Иногда очень просто запомнить элементарные симптомы, которые могут быть признаком осложнений. Ну, например, попросить ребенка глубоко вдохнуть. Если ребенок глубоко вдыхает, и глубокий вдох вызывает приступ кашля, это один из потенциальных симптомов воспаления легких. Не надо слушать ребенка. Обратились к доктору. Может быть, это не так. Но если он не может вдохнуть, потому что закашливается, пусть мама обратится к доктору. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз все равно Друзья мои, самое главное, пожалуйста, не надо относиться к самолечению как к однозначно плохому. На самом деле, самолечение это плохо для ленивых и необразованных. Надо учиться, собственно говоря, этим мы все и занимаемся в школе доктора Комаровска. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, друзья, продолжаем разбираться с многочисленными мифами. Сегодня говорим об очень серьезном мифе. Мифе о том, что здоровье, иммунитет можно улучшить с помощью таблеток. Тема замечательная, очень серьезная, поэтому пришлось привлекать тяжелую артиллерию. Наш старый добрый друг Федор Иванович, большой специалист в иммунологии, главный иммунолог Федор Иванович. Да. Расскажите, пожалуйста, с помощью какой таблетки мы можем повысить ребенку иммунитет? Ну, во-первых, я не такой тяжелый. Во-вторых, таких таблеток не существует. Существует нормальное питание, существуют активности ребенка, физические упражнения. Это то, что нужно ребенку для того, чтобы он был здоров и чтобы он не болел, он должен прививаться. Каких-либо таблеток, клизм, капель, таблеток, свечек не существует. Они существуют в аптеке, они существуют на рынке, но они еще никому не помогли, кроме того, кто их производит, эти таблетки. Федор Иванович, извините, иногда я чувствую себя в тупике, когда из 100 мам 90 относят деньги, причем точно не лишние, на таблетки. Ведь, оказывается, за это же время, которое прошло, от того момента, как воспитывала бабушка, у тебя появилось множество шикарных способов отнести деньги. На шикарные роликовые коньки, на новые варианты спорта, на форму, на бассейн, на защиту, на шлем, на налокотники, на все это появились деньги, но их относят не на это, а на таблетки. Почему не работает опыт поколений? С чем это связано? Кто навязывает эти мысли? Почему этот мир такой же лучший? Это действительно многолетняя история, когда люди не хотят болеть, они не хотят иметь осложнений, поэтому они всегда каким-то образом ищут исцеление. То ли это кровопускание, то ли это жертвоприношение, но если мы говорим об научном, псевдонаучном подходе, значит, должны изобрести какую-то таблетку, чтобы не болеть. Наука действительно имеет таблетку, но это таблетка в виде вакцины. Вакцины позволяют не болеть. Но это защита от конкретной болезни. От конкретных болезней. Да, действительно, вакцина это таблетка для иммунитета. Когда же мы говорим таблетка для иммунитета, мы, как правило, говорим о часто болеющих детях. И не могли бы вы еще попытаться объяснить людям, что значит для иммунитета? Ведь для иммунитета это как для головы, для ноги, для руки. Да, и родители говорят, а какие мы должны иметь показания для того, чтобы использовать эти таблетки? Я говорю, во-первых, таких таблеток нет, во-вторых, таких и показаний нет. Есть естественное течение взросления ребенка, и ребенок должен подрасти, и он должен переболеть и приобрести иммунитет. Это тренирует как раз иммунную систему. Я просто хотел объяснить о том, что, наверное, иммунитет можно стимулировать, угнетать. Есть разные звенья иммунитета. В этой инструкции аннотации к этим препаратам такое впечатление, что они пишут их для тех людей, которые не имеют медицинского образования, потому что они говорят, они действуют на все, они укрепляют, они повышают, они снижают, если повышены, они нормализуют. На самом деле, когда мы говорим об иммунитете, скажите, пожалуйста, то, что у вас повышено, это плохо или это хорошо? То, что оно снижено, это плохо или хорошо? То, что у вас очень высокая температура, когда у вас простуда, это хорошо или это плохо? Это ваше индивидуальное свойство. И мы имеем ситуацию, когда выясняется, что мы, взрослые, часто не знаем ответы на эти вопросы и думаем, что есть волшебная таблетка, которая знает ответы на эти вопросы. Самое грустное в данной ситуации то, что эти инструкции утверждают люди, у которых таки есть медицинское образование. К сожалению, да. Вот это грустно. Да, тем не менее, я вижу, у нас уже есть вопросы. Пожалуйста. Федор Иванович, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Таблеток нету для иммунитета, чтобы его поддержать. Но наши мамы нам говорили, ешь лук, чеснок, мед, и у тебя будет хороший иммунитет. Так ли это? И в вашем детстве еще была зима и санки, и вы катались на этих санках до мокрых, извините, трусов. И вы проводили очень много времени на свежем воздухе, вы были физически активны. Когда мы говорим, нужно ли есть чеснок, лук и другие продукты, то, конечно, нужно. Там есть витамины в разных продуктах и витамины по-разному содержатся, но нам питание нужно, чтобы жить. Поэтому питайтесь на здоровье разными продуктами. Спасибо. Да. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с препаратами, иммуностимуляторами, как вот их называют. Ребенок часто простуживается. Итог, у него всегда насморк, кашель, никогда температуры не бывает. И нам вот назначают бесконечно эти препараты. То есть, есть ли смысл вообще их и когда, в каких стадиях их нужно? Уже когда насморк, то есть, я думаю, что они уже не помогут. Или кашель мы лечим ими. То есть, я вот не понимаю этого. Помогите, пожалуйста, разобраться. Вы знаете, они не помогут даже тогда, когда у вас насморка нет, чтобы этот насморк не появлялся. Если вы захотите провести такие эксперименты, и будет у вас второй, третий, особенно четвертый ребенок, вы убедитесь, что это не предотвращает развитие простуд, это не предотвращает развитие осложнений, если вдруг они будут развиваться, это не влияет на течение болезни. Поэтому назначать эти препараты нет необходимости. Спасибо большое. Главное, я хочу, чтобы вы все поняли это. Почему вот врач, который вам назначает это, он прекрасно знает, точно так же, как это знаю я, и это знает Федор Иванович, что эти лекарства помогают только производителям этих лекарств. Им легче. Но вы приходите к врачу, и он по вам видит, что вы хотите от него именно этого. Вы не приходите с вопросом, доктор, посоветуйте нам, каким лучше видом спорта заниматься. Доктор, скажите, пожалуйста, а что нам лучше, горные лыжи или беговые? Доктор, какой тип велосипеда вы нам посоветуете? Доктор, где нам лучше кататься на роликовых ханьках? Доктор, где нам провести лето? Доктор, вот мы с мужем планируем купить автомобиль. Какую систему кондиционирования вы нам порекомендуете? У нас же доктора этого не знают. А таблетку нате, получите, идите. Главное, они не помогают никогда. Понятно? Никогда. Нет исключений. Ни до, ни после, ни во время. Все, что они лечат, вашу психику. Надо что-то делать. Правильно, самое главное, когда вы убедитесь, что эта таблетка не работает, вы к нему повторно придете к доктору и не переживайте. Таких таблеток есть десятки. Вы можете ходить много раз. Да. Спасибо вам. Вопросы? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Такие лекарства не помогают, это я уже точно знаю, но период весны или осени, когда организм ослаблен, имеют ли они какой-то эффект в этот период? Мультивитамины. Во-первых, кто вам сказал, что организм ослаблен? Это в связи с питанием. А нету, вот здесь нету фруктов, овощей, достаточно свежих. Знаете, в современных-то условиях, когда у каждого стоит холодильник, а даже иногда два, и к этим холодильникам еще прилагается морозильная камера, куда вы на целый год можете поместить большое количество разных ягод и всего-всего очень много. Скажите, пожалуйста, кто вам мешает питаться в течение всего года до следующего сезона? Лето? Малиной, клубникой, смородиной, с витаминами С, с витаминами другими, с морковкой, капустой, с посолнечным маслом, с оливковым маслом. Это все доступно. Все нравится. Извините, бабушка, бабушка, слышала от прабабушки, что раньше, были же такие времена, когда всю зиму ели репу и щи из капусты кислой. Вы понимаете, конечно, ослабли, а тут витамины принесли. Действительно, когда мы вернулись в те времена, когда кроме репы и щи с кислой капусты у нас ничего не было, кислая капуста содержит очень много витамины. Но тогда первый щавелли, это просто счастье. Действительно, мы немножко проживаем сейчас в других условиях, поэтому многие витамины и вообще витамины для нормального человека должны поступать с продуктов питания. И те продукты питания, которые у нас в сегодняшний день имеются и хранятся в холодильниках, в консервациях, в погребах, поверьте, они содержат все необходимые для нас микроэлементы, витамины, чтобы мы нормально себя чувствовали. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, понимаю, что вопросы на эту тему не закончатся никогда, тем не менее, время вынужден подвести итоги. Главное, существование таблеток для иммунитета это миф, очень коммерчески выгодный тем, кто их продает и производит, и, конечно, очень выгодный для ленивых родителей, которые таким образом ставят галочку на своей совести. И вместо активного отдыха, адекватного образа жизни вкладывают деньги, в таблетке, продолжая сидеть на диване и издеваться таким образом над детьми. Вы сделали правильные выводы. Спасибо, спасибо, Федор Ильич, что участвовали в развлечении микроэлементов. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, друзья, продолжаем разговоры о еде. Сегодня еда близкая и понятная и привычная практически каждому. Поговорим о яйцах. С яйцами вообще в последнее время происходят ну просто какие-то невиданные события. Многие годы диетологи утверждали, что чуть ли не самое страшное, что может быть, это вообще яйца. И вдруг в последнее время стремительно все поменялось и сказали, что яйца это шикарная штука. Шикарная просто. Вообще, когда человеку не хватает холестерина, это тоже плохо. Тем не менее, яйца известны человечеству множество лет. и с тех пор, как человек вообще одомашнил курей, он имеет возможность наслаждаться чуть ли не самой полезной едой на белом свете, потому что такой концентрации полезных белков, жиров, витаминов вот просто в одном яйце даже представить себе трудно. Вообще, вот в течение, например, многих-многих лет, по крайней мере, на территории нашей страны, яйца с площадриком были чуть ли не единственным в зимнее время источником витамина D. Вот взять витамин D, ну, можно из жирной рыбы и из яиц, из желтка яиц. А где его еще возьмешь? Ну, с жирной рыбой у нас тут зимой проблемы, как правило, но с яйцами, по крайней мере, иногда проблем нет. Поэтому вот яйца из-за памятных времен, пока не появился в жидком виде витамин D, были стандартом питания, и многие наши бабушки, хотя уже даже не бабушки, а прабабушки, знают о том, что ребеночку с месячного возраста, ну, можно иногда с двух, засовывать в него надо кусочек яичного желтка. В общем, мы же уже все взрослые, мы знаем, что в 21 веке этим никто не занимается, тем не менее, да, это очень важно. То есть яйца действительно здорово, полезно, причем можно отдельно говорить о пользе белка, там действительно вот в белке яичном есть все незаменимые аминокислоты. Я как бы переведу на понятный язык, что вот аминокислоты есть такие, которые образуются в организме, а есть такие аминокислоты, которые в организме не образуются никогда. Их надо только съесть. Они называются незаменимые, их 8 штук, и все 8 есть в белке любого яйца. Опять-таки, вот, например, есть такой витамин, о нем мало кто знает, называется он холин, или витамин В4. Вот оказывается, витамин В4 чуть ли не один из самых важных витаминов при формировании или развитии нервной системы. Вот, например, если беременная женщина хотя бы одно яйцо в день ест, то для плода это просто прекрасно, то есть уменьшается значительно количество проблем с нервной системой, поэтому хоть одно яйцо в день беременной надо дать. Ну, или комплексные витамины вместе с холином. Это понятно? Молодцы! Оказывается, современные технологии позволяют изменять пользу яиц. Перевожу на русский язык. В последнее время очень много рассказывал о страшной пользе особых омега-3 кислот. Вот эти омега-3 кислоты теперь на фабриках на многих добавляют в корма, и теперь в яйцах появляются омега-3 кислоты, которых в жизни раньше никогда в яйцах не было. Обычно, если это делают, если в корма добавляют, то, конечно же, на коробочке с яйцами об этом обязательно написут, что они вот такие вот замечательно полезные. Да, друзья мои, жду вопросы. Евгений Олегович, я слышала, что яйца можно кушать только в неделю одно максимум или два, что очень вредно кушать много яиц. С чем это связано? Правда ли это? Значит, на самом деле, когда человек здоров абсолютно, то никаких особых, таких уж строгих ограничений нет. Ограничение по количеству яиц связано с тем, что медицинская наука все никак не может договориться, сколько в день можно съедать холестерина человеку. Его надо есть обязательно, он нужен, действительно. Так вот, в одном среднем яйце, вот чтобы мы примерно понимали, в желтке, в белке холестерина нет, в желтке, от 170 до 190 миллиграмм холестерина. Миллиграмм. Человеку надо в день около 300. Надо. То есть, как правило, если человек ест одно яйцо в день, ну плюс он же ест еще кучу всего разного, да, то он за день и съедает 300. Поэтому стандартная норма, нет ни одного исследования, в котором было бы написано, что 7 яиц в неделю опасно. Более того, есть множество исследований, доказывающих, что если человек ест 7 яиц в неделю, это для него полезно. На самом деле, наверняка, для человека здорового, у которого нет проблем с обменом веществ, который нормально питается, много двигается, наверняка, яичница из двух яиц в день не опасна. Мы говорим о взрослом человеке. Опять-таки, есть очень интересные способы, как изменить количество холестерина. Ну, например, очень модно сейчас яичница из двух белков и одного желтка. Это же тоже вариант неплохой, да? То есть, это все можно использовать. Таким образом, фиксирую внимание, 7 яиц в неделю никогда ни для кого не бывают вредным. Договорились? Молодцы. Спасибо. Да, еще вопросы. Здравствуйте, доктор. Скажите, а как вы смотрите вот насчет такого десерта, как гоголь-моголь, когда его можно давать ребенку? Вообще, стоит ли сырое яйцо использовать ребенку? Друзья мои, они имеют все. Я считаю, что это неоправданный риск. Дети должны получать яйца действительно хорошо термически обработанные. Я даже не хочу, чтобы вы давали там яйца в смятку, яйца вкрутую, омлеты. Вот это для детей совершенно нормально. Спасибо. Такой вопрос. Яйца и аллергическая реакция у детей? Да, очень важно. Действительно, ограничения на яйца сплошь и рядом связаны с тем, что есть аллергическая реакция на яйца. Причем чаще аллергическая реакция возникает именно на белок яйца. Но очень часто я слышу разговоры раз у нас аллергия на яйца, мы слышали, что в вакцине от гриппа, что в вакцине корь-краснухапаратит есть белок куриного яйца, мы теперь не прививаемся. Сразу говорю, что такое реальная аллергия на яйца? Самое опасное. Это аллергия, которая проявляется в очень тяжелой форме на очень небольшое количество яичного белка. Поставить диагноз ребенку, мы уже учили этому, я напоминаю, это очень несложно. Берете яичный белок, берете мамонт, чистый палец, обмакнули в этот белок, потом взяли ребенка за губу, оттянули губу и с внутренней стороны губы смазали. Если губа через несколько секунд допухнет, вот значит у ребенка аллергия на яйца. И вот такая форма аллергии является противопоказанием к вакцинации. Понятно? Да, еще вопросы. Скажите, есть ли смысл обрабатывать как-то сырые яйца перед приготовлением? Смотрите, давайте сразу, действительно, очень классный вопрос. Вот основные правила безопасности и обработки, и всего остального. Смотрите, друзья мои, покупаем, когда мы яйца. Все-таки главное, особенно когда вы мужиков посылаете за яйцами, вы от него требуете. Говорите ему, Вася, не ленись. Все коробочки надо открыть. Все коробочки. Если ты в коробочке обнаружил хоть что-то, хоть одно треснутое, не меняй это треснутое. Бери другую коробочку. Понятно? Если ты увидел в этой коробочке жидкое что-то, все, это не твоя коробочка. Бери другую коробочку. Это первое. Второе. Вася, обрати внимание на сроки годности. Да? То, что принесли домой, вы должны знать, что на выходе с фабрики яйца обрабатываются. Они покрыты тонкой пленкой, которая защищает яйца от бактерий. Категорически неправильно нельзя мыть яйца. Вы таким образом уменьшаете сроки хранения. Вы делаете яйцо беззащитным. Купили яйцо, вот в каком виде купили, в этой коробочке оно хранится в холодильнике. Если яйцо свежее, как свежеснесенное, то примерно месяц оно без проблем выдерживает. В любом случае сомневаетесь, помните о том, что нормальное яйцо в воде должно тонуть. Если яйцо не тонет, отпустите его, отпустите. Все, закройте эту тему. Это все, что вы должны знать. Кушайте яйца на здоровье. Всем приятного аппетита. И встретимся ровно через неделю. Всего вам доброго. Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова